И в тот момент, когда я уже собирался четвертый раз обжаловать по четвертому кругу, мне ответил сам Батвинкин, это прокурор автономного округа МАУ. И весь этот процесс происходит с нарушением законодательства Российской Федерации. В своей списке он умалчивает, что против него тоже иск подан. То есть он, по сути, прячется за спину прокурора города Сургут, за спину своего подчиненного. Судя по новостям, за последние два месяца новый генеральный прокурор Краснов Игорь Викторович сейчас усердно наводит порядок у себя в ведомстве. Я думаю, ему очень не понравится, когда его вызовут в суд за все те нарушения законодательства, которые совершили его подчиненные. Будет ли генеральный прокурор прятаться за спиной своих подчиненных? Вопрос остается открытым. Мне достаточно подождать 13 дней и 10 марта 2020 года мы сможем подать в суд на самого Батвинкина и с привлечением в качестве соответчика генерального прокурора Краснова Игоря Викторовича. Ну, по сути, да, это идет нападение. Вы уже в суд не как там ответчик или как слушатель идете, вы идете как истец. Это они перед вами будут оправдываться, понимаете? Вы будете руководить процессом. А поверьте моему опыту, не каждое должностное лицо готово оправдываться в суде. Они этого очень не любят. И везде то же самое творится. Так вот, в этом-то и задача, чтобы его не просто в суд вытащить для себя лично. Вот, я вытащил все, я добился, я такой молодец. Или у меня вот ничего не получается. Да какая разница, получится или не получится. Результат у вас совершенно не важен. Главное осветить процесс в прямом эфире. Показать, что их можно вытаскивать в суд, что они оправдываются в суде, понимаете? Ну, ясно вам смысл. Всем привет. Сегодня я расскажу о важном предстоящем процессе над генеральным прокурором. Будем вызывать в суд прокурора округа ХМАО Батвинкина. И заодно в качестве соответчика генерального прокурора РФ. Коротко расскажу предысторию. Полтора года назад захватили мою квартиру. Украли вещей на 400 тысяч. Устроили мне пытки. Одевали пакет на голову. Пытали. Потом тройное задержание, не выпуская на свободу. Потом сдали психушку. Потом меня выпустили. То есть не пичкали, ничем не кололи. Через апелляционный суд мы выиграли. И апелляционный суд признал меня дееспособным, здоровым. И отменил бессрочное принудительное лечение. Как только я вышел, мы начали, стартовали кампанию по привлечению всех к ответственности. Только в прокуратуре города Сургут и в следственном комитете стопка наших обращений о совершенных преступлениях высотой выше моего роста. Ну, примерно под 2 метра. Все они переводятся в простые обращения. Второму адресату сообщается, что в указанных в вашем обращении обстоятельствах заведомо не усматриваются признаки какого-либо преступления. Заведомо не усматриваются. 13 марта в прошлом году я подал иск против ОМВД с требованием вернуть мои вещи. И мне тут же вломали дверь в квартиру и украли новые вещи. Я был вынужден отправиться в вынужденное путешествие по стране на полгода. Примерно 10 сентября прошлого года, через полгода вынужденных путешествий, я вернулся в город Сургут. Нам удалось вернуть часть вещей в ужасном состоянии. И мы тут же начали требовать... За это время сменилась вся верхушка ОМВД полиции города Сургут. И на смену Ероховой и клану Бабушкиных пришел новый начальник полиции, который трижды сменил фамилии и имя отчества. И сочиняет свои собственные законы. Это Кондрашов. Мы у него затребовали все материалы по этим задержаниям. На каком основании вообще в мою квартиру проникали дважды и выламывали дверь. И устроили мне все вот эти ужастики. Было написано заявление о совершенном преступлении в порядке УПК-141 РФ 8 октября прошлого года. Кондрашов, естественно... Мне, естественно, начали приходить отписки. Сначала вообще никто не отвечал. Пришлось написать две жалобы в порядке УПК-124. 1 декабря ответил Клочков, это начальник отдела прокуратуры ХМАО. Мы его отписку обжаловали четырежды в порядке УПК-124. Он на 18 моих обращений ответил одной страницей. То есть все мои заявления о совершенных преступлениях были переведены в простые обращения. И нам пришлось четырежды обжаловать его отписку. Долго они не отвечали. И 19 января 2020 года прислал отписку первый зам прокурора округа Меншиков. Его отписку мы обжаловали трижды. И в тот момент, когда я уже собирался четвертый раз обжаловать по четвертому кругу, мне ответил сам Батвинкин. Это прокурор автономного округа ХМАО. Вот так он выглядит. За то время, пока мы это все обжаловали, Чайка ушел в отставку. На его место пришел Краснов. Но это сути дела не меняет. Так как Батвинкин нам ответил отпиской, мы ее тоже обжаловали. Вот сегодня я написал жалобу в порядке 124 УПК РФ. Вот такую отписку я получил 19 февраля 2020 года, 6 дней назад, за подписью прокурора автономного округа. Тут он пишет, прокуратурой округа рассмотрены поступившие ваши два обращения. Наконец-то начали указывать мои исходящие номера. Указали только один из двух обращений. Тут он сообщает, что приняты меры реагирования. Заметьте, он не пишет, что вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Просто меры реагирования. Какие меры реагирования, не сообщается. И весь этот процесс происходит с нарушением законодательства РФ. А вот тут самая главная строчка. Вот так вот сделаю, чтобы наглядно было. Кроме того, действия работников прокуратуры города Сургут, то есть прокурора Балина, вами самостоятельно обжалованы в судебном порядке. Заходим на сайт суда и смотрим, кто у нас ответчики по моему иску. Административный ответчик прокуратуры города Сургут. Балин Леонид Алексеевич. Административный ответчик прокуратура ХМАО. Конкретно в иске я указываю и Балина, и Ботвинкина. В твоей отписке он умалчивает, что против него тоже иск подан. То есть он, по сути, прячется за спину прокурора города Сургут. За спину своего подчиненного. Судя по новостям за последние два месяца, новый генеральный прокурор Краснов Игорь Викторович сейчас усердно наводит порядок в себе в ведомстве. Я думаю, ему очень не понравится, когда его вызовут в суд за все те нарушения законодательства, которые совершили его подчиненные. Будет ли генеральный прокурор прятаться за спиной своих подчиненных? Вопрос остается открытым. Ну и в продолжение всей вот этой лестницы, карусели, даже не знаю, как это назвать. Вот это все нарушение закона. Сегодня я написал жалобу в порядке УПК-124. Вот так она выглядит. Обязательно размещу ссылку на данный документ под видео и у себя на странице Сургутнадзор. Тут я пишу, что Ботвинкин нарушает уголовно-процессуальное законодательство. 826 приказ Генеральной прокуратуры. 373 приказ Генеральной прокуратуры. Ну и само собой клятву, в которой он давал присягу обществу, что будет соблюдать все это. Требую провести проверку в прокуратуре ХМАО и привлечь виновных к установленной законам ответственности. И в принципе мне уже повторно не нужно обжаловать ее. И в принципе на следующие круги мне не обязательно выходить. Мне достаточно подождать 13 дней и 10 марта 2020 года мы сможем подать в суд на самого Ботвинкина. И с привлечением в качестве соответчика Генерального прокурора Краснова Игоря Викторовича. Ну по сути да, это идет нападение. Вы уже в суд не как там ответчик или как слушатель идете. Вы идете как истец. Это они перед вами будут оправдываться, понимаете? Вы будете руководить процессом. А поверьте моему опыту, не каждое должностное лицо готово оправдываться в суде. Они этого очень не любят. Заплатим госпошлину 300 рублей. И в прямом эфире будем доказывать по ихним же законам, будем их допрашивать по ихним же законам под подпиской задачи ложных показаний. В качестве соответчика возможно будет привлечена сама РФ. То есть вы видите да, вот на это все ушло. Вот чтобы получить ответ от самого прокурора округа, который прописан в Егрюле, пришлось приложить множество усилий и на это ушло 5 месяцев. Точно так же мы подбирались к прокурору города Сургут, Малину. Я уже записывал видео, где я пояснял, что нужно делать, какие вам этапы понадобятся. Вам нужно подать заявление о совершенном преступлении в порядке УПК 141. Вам приходит отписка, вы ее обжалуете. И в принципе вот на этом этапе, после первой отписки по вашему заявлению, можно было бы подать в суд на самого Клочкова. Но начальник отдела нас не интересует. Мы сразу нацелились на Батвинкина, потому что через него можно привлечь генерального прокурора. Таким образом будет резонанс на всю страну и на весь мир. В данный момент идут судебные разбирательства над прокурором города Сургут. В качестве соответчика привлечен Батвинкин. Ну тут я набросал небольшую хронологию. Значит мы писали множество заявлений о совершенных преступлении. Все они рассматривались как простые обращения. Прокуратура города Сургут и ХМАО занималась уклонением от учета совершенных преступлений. Нам удалось добраться до прокурора города Сургут и поймать его на отписке сразу на 13 наших обращений. Причем два из них это заявление о совершенных преступлении и 11 из них жалобы в порядке УПК 124. Прокурор города Сургут Балин данной отпиской нарушил клятву данную обществу. Нарушил уголовно-процессуальное право и законодательство. Нарушил приказы Генеральной прокуратуры. Соответственно мы эту отписку обжаловали прокуратуру ХМАО и подали иск на прокурора города Сургут и в качестве соответчика прокурору округа Батвинкин. 19 ноября в прошлом году состоялось первое судебное заседание, на которое прокурор города Сургут Балин не явился без уважительной причины. И никого из своих представителей не прислал. Заседание было перенесено на 28 ноября, которое они тут же сразу, не предоставив мне слова, перевели в закрытый режим. Потребовали от всех удалиться и от меня в том числе. От меня потребовали выключить телефоны. Некие мужчины в черной форме с затертыми значками скидывали женщин со скамеек. Ну в общем я оттуда ушел, нету смысла. В общем они там в закрытом режиме, сами между собой посовещавшись, отказали в удовлетворении иска в полном объеме. Мы естественно подали апелляцию вслепую, об этом тоже есть видео. И 28 января 2020 года коллегия округа отменила решение первой инстанции в полном объеме. Это был прецедент ХМАУ. Недавно, 5 дней назад, 20 февраля, состоялась беседа-провокация, на которую меня приглашали, но сказали, что пройду только я. Они хотели, чтобы я один на один с ними закрылся в кабинете. Я естественно позвонил, сказал, что я не самоубийца. Отправил им все ходатайства в электронном виде. И свое вылез явление, что требует назначить открытое судебное заседание. По предварительной информации, открытое судебное заседание состоится через 3 дня. 28 февраля 2020 года в 14.00 в кабинете 515, город Сургут, улица Просоюзов 37. Почему предварительно? Потому что у меня есть только запись телефонного звонка, где я разговариваю с секретарем, и она мне, ну якобы, делает официальное приглашение, но ни повестки, ни официального документа. Здравствуйте, приемный судничек. Здравствуйте, Антон Николаевич, благородный сфотворец. Хотел бы узнать, как пошла беседа в четверг. В каком смысле, как пошла беседа? По итогам беседы, определение вынесли на назначение судебного заседания? Определение вынесено. Тогда ознакомите меня с ним. Подходите и знакомьтесь. Меня в здание не пускают. На электронный адрес вышлите, пожалуйста. Алло, алло. Алло, добрый день. Сыргусский городской суд беспокоит. Слушаю. Антон Николаевич. Да, я от руки не бросаю, я его слушаю. Назначено судебное заседание на 28 февраля, 14.02. Кабинет 550. Замечательно. Это у вас телефонограмма, официальное уведомление? Да. Будьте добры, определение вышлите через Газправосудие. Газправосудие? Да. Я вам сегодня более заявлений направил. Да, видели, конечно. Жду. Все, до свидания. Благодарю. И она мне, ну, якобы делает официальное приглашение, но ни повестки, ни официального документа, ни по электронной почте, ни письмом, ни через Газправосудие я еще не получил, хотя требовал несколько раз. В принципе, то же самое ждет прокурора ХМАО и генерального прокурора РФ. Все документы по данному делу я приложил вот к этому видео, называется «Экстремизм РФ» или «Сочинение протокола на 78-й день». Специальный показ для тех, кто не может найти ссылки. Вот они. Вот одна ссылка на Google диски, вот вторая на Яндекс.Диски. Плюс еще оставил в комментарии то же самое. Комментарии прикреплены, всегда находятся наверху. И, народ, прошу поддержать нас распространением информации. Если у вас есть знакомые в СМИ, в каких-то изданиях, у кого кто-то ведет свои видеоблоги, свои страницы ВКонтакте, в других социальных сетях, можете брать любое мое видео, загружать к себе даже на YouTube-каналы, монетизировать даже их. Размещайте, делитесь информацией. Это касается каждого, потому что любой из вас может столкнуться с тем же самым. Мне постоянно со всей страны сообщают, присылают отписки от прокуратур разных регионов. И везде то же самое творится. Но, почему я этим занимаюсь? Потому что у некоторых людей есть положительный опыт. Они через вот такие обжалования и вытаскивания каждого прокурора, тут добиваются, что им приходят не отписки, а, как это и положено в УПК, им приходит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела. По нашим обращениям не было возбуждено ни одного уголовного дела. Потому как те, кто должен надзирать над соблюдением законодательства, сами его нарушают постоянно, ежедневно. Как только я получил письменное определение, я сразу размещу информацию об этом у себя на странице Сургутнадзор и на YouTube-канале Сургутнадзор 2. Прошу поддержать нас в распространении информации и своим присутствием. Благодарствую. На этой неделе должно было состояться первое заседание, где ответчиком выступает прокурор города. Правда, Леонид Балин не пришел. Балин, а что ж ты не пришел-то? Что ж ты даже представителей не прислал? Специально затягиваешь процесс, я так считаю. Если тебе нечего бояться и все твои действия законные, что ж ты не пришел-то? Я вот пришел. Я действую по закону. Официально по уважительной причине. Правда, Леонид Балин? Еще раз. Они заявляют в конце, что он не пришел по уважительной причине. Это не соответствует действительности, потому что на момент заседания 19 ноября есть аудиозапись, которую мы ввели во время заседания. Шерстобитов, лицо в черной мантиях, заявил во всеуслышание, что причина явки неизвестна. И Балин был извещен должным образом. У нас в судебном заседании не явился прокурор города Сургут. Извещен надлежащим образом. Причина явки неизвестна. Причина явки неизвестна. А сейчас за ним заявляют, что причина у него уважительная. А какая причина? Почему нам не сообщили? Леонид Балин не пришел. Официально по уважительной причине. Причина явки неизвестна. Решение должны принять. Что вы будете делать с этим? Я сейчас скажу об этом решении. Ой, да ладно, не прошу. Сейчас вы послушайте. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы почему в суд не являетесь? Безуважительной причиной. По качеству питьевой логи на сегодняшний день решено следующим образом. Питьевая вода соответствующего качества... Заняты были или болели? Антон Николаевич Булгаков, вы меня прекрасно знаете. Сейчас, а вы, пожалуйста, не говорите. Можно я возьму чашу? Да, я тогда, когда возьму слово, поговорю с прокурором. Ах, да, конечно, пожалуйста. Благодарствую. Ну, по сути, да, это идет нападение. Вы уже в суд не как там ответчик или как слушатель идете. Вы идете как истец. Это они перед вами будут оправдываться, понимаете? Вы будете руководить процессом. А поверьте моему опыту, не каждое должностное лицо готово оправдываться в суде. Они этого очень не любят. Так вот, в этом-то и задача, чтобы его не просто в суд вытащить для себя лично. Вот, я вытащил все, я добился, я такой молодец. Или у меня вот ничего не получается. Да какая разница, получится или не получится. Результат вас совершенно не важен. Главное, осветить процесс в прямом эфире. Показать, что их можно вытаскивать в суд. Что они оправдываются в суде, понимаете? Ну, ясно вам смысл. И народ, каждый из вас, если не согласен с действиями должностных лиц или служащих, вы каждого из них можете вызвать в суд всего за 300 рублей. Оплачивайте госпошлину, готовите иск, подготавливайте все доказательства и подаете в суд. При этом подаете кодотайство о ведении аудиописьменного и видеопротокола и снимаете все на видео. Прямой эфир. Каждого, кто нарушает клятву и присягу, можно вызвать в суд всего за 300 рублей. Увидимся в суде. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok